Речные и дачные рейсы в Хабаровске будет осуществлять один перевозчик. Больше на конкурс никто не заявился. На подготовку теплоходов и для сохранения тарифов на прошлогоднем уровне муниципалитет выделил 42 миллиона рублей. Сегодня комиссия оценила готовность к открытию навигации. Репортаж Ирины Забродиной. На теплоходе капитан Коснерев полностью меняют выхлопные трубы. Сгорели рубашки, заполнились ржавчиной. Пришлось все это демонтировать и выкинуть. Ремонт речных трамваев на заключительном этапе. Как сообщил судовладелец, все 9 теплоходов готовы на 90%. Остались мелкие штрихи. Подкрасить, проверить необходимое оборудование и комплектацию судов. Все суда у нас где-то 80-х годов. Прошлого века, скажем так. Но в принципе в хорошем техническом состоянии. Ежегодно проходится освидетельствование речного регистра. Все это проверяется. Поэтому состояние в принципе хорошее. В этом сезоне перевозить дачников на левый берег будут все те же амурские пассажирские перевозки. В прошлом году впервые в истории Хабаровска им попытался составить конкуренцию частный предприниматель Вячеслав Козловский. Но даже один маршрут отработать не получилось. Сам предприниматель тогда заявлял о давлении со стороны заинтересованных лиц. По официальной же информации, его теплоходы не были готовы к выполнению дачных рейсов. В этом году на конкурс никто из новичков не заявлялся. Конкурентов не было. Пока на сегодняшний день в состоянии перевозить или выполнять данную работу только одна организация. Это амурские пассажирские перевозки. Больше других компаний не заявлялось на данный конкурс. Расписание останется прежним. В рабочие дни два рейса на три маршрута. На острова до Садовой и на Дубки. В субботу и воскресенье три рейса. Четверг и понедельник выходной. По данным Минсельхоза, на прошлый год из 5000 островных участков возделывалось меньше трети. В прошлом году за сезон речники перевезли 98 тысяч человек. Еще шесть лет назад эта цифра была вдвое больше. Но несмотря на паводки и пандемию, речники надеются, что навигация будет удачной. Официально навигация стартует 1 мая, но первый рейс состоится на несколько дней раньше. Скорее всего, 28 апреля будет он проверочным. Без пассажиров. На борту теплоходов будут только капитаны. Они проверят подходы к берегам. Ирина Забродина, Павел Легалин, телеканал «Губерния».